И под жаждой жизни я подразумеваю, то есть многие мне скажут, да нет, у меня она есть, нету. То есть в основном люди, у которых нет денег, у них нету, у них снижена либидо, у них нет этой энергии. И ваша сексуальность напрямую зависит, она связана с деньгами. Деньги – это как бы, это либидо, проявленное в материи, то есть это энергия. Вот, и поэтому люди, которые спрашивают, да, там почему нет денег, почему, ну потому что нету этой страсти, понимаете, зачем они вам? Вселенная их вам и не даёт, потому что нету, вот нету этого в человеке и всё, и в большинстве своём люди не живут. Если вы заметите, вот ярких, ярких вспышек, таких, знаете, звёздочек, да, очень мало в этой жизни, они приходят, освещают и уходят потом разными способами. А вот, а в основном, блин, я получаю такое огромное количество писем от женщин, и всем хочу порекомендовать именно женщинам, вот женщинам. Потому что у женщин всё сложно, очень сложно с психикой, и сейчас женщины все потеряшки. Вот, значит, у нас будет закрытый клуб, он уже действует с марта, вот, и, ну, ничего не могу показать, себя показываю. Вот, и там будут спикеры, я, ещё будет несколько, Марина будет, Вовченко, Тамерлан будет. Я-то буду вести лекции два раза в неделю, как раз-таки по женской сексуальности, по женской энергии, что такое, вообще, что такое секс, и с чем его едят, и как он важен в нашей жизни, как важно, как важно находиться в теле, и как важно находиться, находиться в этой реальности. Потому что в основном люди пытаются убежать от действительности, от реальности. Почему? Почему люди очень сильно уходят в духовность? Ну, то есть, знаете, вот прям в аскетизм, потому что не хотят присутствовать, здесь и сейчас, на самом деле, если вы подумаете, не хотят присутствовать в этой реальности. Они хотят куда угодно сбежать, к Творцу, в бесконечность, в пустоту, в дзен, в самадхе, куда угодно, лишь бы не присутствовать в материи. Потому что мир в материи, он очень сложный, болезненный, он полон опасности, полон боли, полон травм. И, конечно же, проще уйти в духовность, ограничить себя от социума, то есть, ограничить себя от всего. Так вот, в основном люди, которые очень сильно начинают увлекаться и отъезжают, отлетают от реальности, да, то есть, они начинают очень сильно увлекаться духовностью, практиками, эзотериками, всем потусторонним, всем, чем они не могут объяснить. То есть, когда ты спрашиваешь человека, а что есть для тебя бесконечность, там, это то, дальше, а что есть, это то, задаешь ему очень логичные вопросы, на которые человек не может дать тебе вообще никакого ответа. Потом, когда ты его спрашиваешь, это устраивает твоя нынешняя жизнь, ты получаешь от нее удовольствие, получаешь кайф от жизни, ты самореализуешься, и ты всегда слышишь один и тот же ответ, нет. Понимаете, нет. Человек несчастлив в этой жизни, он несчастлив в своем теле. И его, как бы, не устраивает то, что его окружает, поэтому он хочет уйти. И уходит он в разные духовные практики, куда угодно, реально куда угодно, но только, то есть, чтобы здесь не оставаться, потому что очень сложно. Самое, вообще, объясню так, что очень важно для человека найти свое место в жизни, свое, понимаете, свое. Это пипец, как вам важно для вашей личности. Вам очень важно взрастить здоровое эго, здоровое эго. Вот вам нужно реализовать свое эго. Эго – это всегда амбиции. И человеку очень важна определенная доля признания. Она может быть маленькой, ну, я не знаю, там, два-три человека, семья, коллектив, друзья. Она может быть очень большой, да, то есть слава. У всех разные меры, но абсолютно всем, вот, кто бы что ни говорил, признание нужно. Человек, он социальный, это социальное существо. Мы все реализуемся, раскрываемся, наша психика формируется через коммуникацию с людьми, через социум. Вот давайте мы сейчас вас, любого из вас, вести на необитаемый остров, либо вы свихнетесь очень быстро, либо вы приспособитесь, но вы станете очень диким, как про детей Маугли. Посмотрите, они абсолютно антисоциальные, причем их психика, она не, как это называется, она потом не формируется в нормальную. То есть, если Маугли, то есть, там, до определенного возраста у ребенка, если он вне социума, долгое время, там, до 6-7 лет, потом вернуть его в нормальное состояние, чтобы он функционировал, невозможно. Так вот, каждому из нас мы все функционируем только посредством другого. Нам всем нужна коммуникация, и нам всем нужна связь обратная, и всем нужно признание от других людей. То есть, когда мы что-то делаем, окей, я пропала, по-моему, сейчас нормально, видно меня? Вот, когда мы что-то там, не знаю, художник, писатель, да, все, что создает, он создает в мир, для людей. Если нет людей, ничего, это все не имеет смысла, наша жизнь не имеет смысла без людей. И налаживание коммуникативных связей – это очень сложный процесс, потому что очень у многих людей есть блоки, очень многие люди нереализованы. И нереализованность – это состояние психики. То есть, я имею в виду, что если вы нереализованы, то именно из-за нереализованности вся агрессия, по сути, в мире, да, именно из-за того, что человек чего-то не достиг, человек понял, что он там что-то упустил, у него нету признания, нет любви. Они были достаточно агрессивными, то есть, все хейтерство, если вдуматься, хейтеры, тролли, вообще весь негатив в людях от того, что у них нету вот этого места в жизни, они его не поняли, они его не заняли. Вот, и это их изнутри жрет, абсолютно всех. Вот, и поэтому очень важно это место найти, очень важно вообще понять, чем бы вы хотели заниматься, что бы вы хотели в этот мир нести. То есть, как бы эгоизм, он нужен обязательно, поверьте мне, без здорового эгоизма вы ничего не способны. Вообще, альтруизм, вот такой вот, который, ну, показывают, это эгоцентризм на самом деле, и альтруизм чаще всего не искренний в людях. Вот, когда, знаете, люди делают, кладут все, там, я не знаю, всю свою жизнь во имя чего-то, чаще всего это не работает. Ну, как работает, но... Привет. А? Не помешаю? Не, нормально, все. Вот, и когда вы выстроите определенную свою личность, выстроите себя, только тогда вы сможете уже, типа, помогать другим людям. Вот это работает так. А когда вы себе не можете помочь, сами в жопе, да, например, в полной, еще пытаетесь мир спасти, это полная глупость. То есть, сами несчастливы, еще мир спасаете, ну, это ненормально. В первую очередь, сделайте счастливым себя. И поэтому важно выстроить вот эту свою личность, важно этот эгоизм подкатывать, потом помогать. Вот, и поэтому помощь, когда вы, когда вы несете что-то в мир, идеи, творчество, любовь, я не знаю, что угодно, да, это и есть наполнение. Вы от этого и будете получать удовольствие. Ну, в чем проблема? Надо подумать, в чем проблема. Ваше ли это точно дело? Ну, да нет проблем. Есть просто препятствия, надо к этому так отнестись, да, которые, как бы, нужно как-то обойти. Вся жизнь, она состоит из препятствий, вообще вся. То есть, мы преодолеваем, и, как бы, вот эти преодоления и формируют в нас личность. Либо мы отступаем и ничего не делаем, либо мы преодолеваем. И наш дух, наша психика, она взрослеет и формируется вот этот костяк личности. Никак на нее не надо доносить. БДСМ ненормально, ну, как ненормально. Оно нормально только для определенного типа людей. БДСМ – это свойство определенного вектора в психологии. Есть психология по Фрейду, да, векторная психология. Там 8 векторов. Один из них, сохраню, один из них – это кожный вектор. Люди, которые обладают кожным вектором, у них определенный там, ну, определенный психотип. Так вот, и именно кожный вектор имеет склонности к БДСМ, особенно к мазохизму. К мазохизму особенно, да? Каким образом? То есть, кожники – это самые чувствительные люди, и их эрогенная зона – это кожа. Если в детстве кожник, ну, типа, подвергался насилию со стороны близких, если он увидел насилие, унижение, да, если он видел между родителями какую-то там жопу. Так вот, у кожника вырабатывается защитная реакция, вот, и кожник очень сложно переживает насилие, и у него вырабатываются эндорфины, чтобы погасить боль, у него вырабатываются эндорфины, эндорфины – это как опиаты действуют, понимаете, как наркотическое. Так вот, у него со временем формируется люб, как бы кайф от боли, поэтому складываются. Так вот, у него есть все, что вы думаете, что вам это, типа, свойственно. Скорее всего, вы пересмотрели фильмы, или либо перечитали. Это, как бы это сказать, это в детстве уже формируется. Да нет там никакого коронавируса, нахуй забудьте о нем, блядь, я вообще не понимаю, что, что, вообще зачем вы про него говорите. Так вот, на Бали есть уже. У нас вообще нихуя, в отличие от вас, нет, дорогие мои. У нас нет ни коронавируса, ни СПИДа, блядь, ни гепатита, и ни всякой остальной ботны. Вот честно. Мы не живем этим, понимаете, мы не живем пережевыванием болезней, как некоторые, блядь. А у нас только от России слышат, что всякое дерьмо там, блядь. Коронавирус, хуй вирус, блядь. Так вот. И это психика. Вот. И у ребенка складывается, он становится реально типа мазохистом. И в дальнейшем, если он не будет реализовывать свои мазохистские наклонности, то есть если он не будет в сексе реализовывать свои вот эти наклонности, да, связанные с мазохизмом, то у него это будет вливаться в социальной сфере. То есть он будет искать душевную боль, унижение, физическую иногда боль, да, то есть он будет такой вот, его будут гнобить, его будут не уважать, и он будет подсознательно это искать, потому что выхода нет. Он будет чем-то это компенсировать. Если это не компенсируется в сексе, через БДСМ практики, жопа, он тогда никак не реализуется в социуме, его будут все подавлять, его будут все реально гнобить, то есть он будет вообще, ну, как бы говном, ему будет нравиться это состояние, ну, понимаете, да, как бы, то есть им это подсознание просто будет, подсознание будет двигать. Вот, чтобы этого не происходило, людям, которые в детстве подверглись насилию и у которых сформировалась склонность к этому направлению, она должна сформироваться, и вы должны понимать, что она вам очень близка по вашим фантазиям, по вашим снам, по вашим желаниям. Вы должны этого хотеть, реально хотеть. Вы можете это от себя гнать, но вам будет, ну, то есть, понимаете меня. Так вот, и если вы эти фантазии не реализуете, то вы вообще не реализуетесь никак, в жизни именно. Вам надо сливать это. Сливать вы можете это только через секс, только через сексуальные практики, либо вы будете, я говорю, искать всякую душевную херню, чтобы вам сделали больно. Вы будете искать дебилоидов себе в отношениях, да, которые вас будут морально растапкивать. То есть, вот, вообще, получение наслаждения от моральных унижений, да, вот, вообще пожизненно, это именно мазохизм, это приобретённое в детстве. То есть, в детстве пиздили, например, вас, да, там, или мамы вас, или папа, унижали, неважно, короче, что, вот. И если вы кожник, это вектор такой, например, психологии, почитайте Фрейда, называется кожно-векторная психология, вот. Если вы кожник, по всем вот прям параметрам, и в детстве было насилие, то у вас мазохизм 100%, ну, как бы это вот прям гадалки не ходи, вот. Оно может быть скрытым, подавленным, вы можете его стыдиться, потому что оно, как бы, нигде не афишируется, да, его никто, о нём никто не говорит нам. Где об этом будет быть? В России, в стране будут говорить про БДСМ, про что, про мазохизм. Это вы можете только где-то прочитать, да, и то потом вы с этим будете жить и думать, бля-бля-бля, а как бы это реализовать, а как бы это реализовать. И в итоге будете искать партнёра, и, скорее всего, партнёр не будет вас понимать. Так и бывает. Вот я кожник, я мазохист, я это знаю. То есть я, в принципе, БДСМщица. И я всегда и была, у меня всегда были фантазии, и меня, да, мне в детстве пиздил папа. Как бы я эти не скрывала, я про это говорила. И я знаю, откуда у меня эти наклонности, понимаете. То есть как бы если раньше я считала, что это что-то ненормальное, то сейчас я считаю, что у меня это моя особенность. И это реально надо считать особенностью. То есть не надо, я не знаю, по-разному, не надо считать это болезнью. Вот что я хочу понять, что все сексуальные ваши какие-то предпочтения, это ваши особенности, кроме педофилии, да, потому что педофилия – это там реально очень жёсткое отклонение от нормы. И оно тоже объясняется с точки зрения психики, оно объясняется, психологии психики. И какой-нибудь там некрофилия или зоофилия, да, то есть это уже тоже какая-то хрень. Так вот, всё остальное, вот всё остальное – это абсолютно, вообще абсолютно нормально. То есть все ваши желания, все ваши хотелки – это нормально, это ваши особенности, ваши конфигурации, вашей психики. И ваша психика все это получает в раннем детстве. То есть все это, вообще все сексуальные плиты, все сексуальные желания формируются до определенного возраста. Это возраст детский. А векторная психология, посчитайте про векторную психологию. Мой последний, предпоследний пост как раз про это. Блин, Карина, у вас очень детская психика, какие нахуй бесы. Вырастите, пожалуйста, из возраста бесов. И все объясняется через психологию. То, как размышляете вы, это уход в ту хуйню, про которую я сейчас говорила. Это уход от реальности. И люди объясняют все через какие-то непонятные вещи. Бесы, духи, сущности в меня вошли. Головой работайте, дорогие мои. Вы рассуждаете, как маленький пятилетний ребенок. Какие бесы. Боже мой. Вы что, в средневековье, блядь, живете? Реально. Люди взрослеют, люди умнеют, люди изучают свой мозг, люди изучают свою психику, а не, блядь, бесов. Вот куда тебе, блядь, пиздец. Очень грустно, что такие люди есть вообще. Да, не просто от реальности, как бы можно говорить. Бесы. Хуесы, блядь. Да, 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 да. Член тоже заставляет бесосы, наверное, да, мужу своему. Это бес, тебя по лбу сейчас постучит тебе. Конечно, белый человек, бесы. Блядь, я когда слышу про бесов, и вообще думаю, боже мой, мама миа. Да, 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 черти лезут, там, бал, сатана. Ну, как бы, ну, я же говорю, не сформирована, просто не сформирована психика у человека. Люди, которые пытаются объяснить какие-то вещи через метафору, ну, такие, там, типа, бесы, демоны, это люди не повзрослевшие, не выросли. Они застряли на определенном участке, их психика, она детская, она как у ребенка. Все, и он застрял, и там надо работать очень хорошо с головой. Вот, все объясняется очень простыми вещами, хорошими книгами по психологии. По психологии, там, тем же Фрейдом, да, например, Александром Лоуном, Вильгельмом Райхом. Ну, то есть больше психологию изучайте, больше изучайте мозг. Ваше, там все ответы, там про бессознательное, про все. Вы поймете, как нами управляет бессознательно, есть бессознательное коллективное, коллективное бессознательное, да. То есть там все описано, все написано, и все наши привычки, все наши страхи, они все имеют определенные корни, абсолютно все. И поэтому, мы будем работать. А Марина ушла? Маринчик, да, уже ушла? А где уже здесь? Не, я не снимаю никого. Да, уже не здесь. Я Клюв Маклевичу. Не, не читала. Знаете, я сейчас больше прихожу к пониманию, я больше за научность сейчас, да, литературу. Не вот эта ахинея, булиберда всякая там, как бы, эзотерическая, хотя там есть доля истины. Но она очень, как бы, блин, она вообще для детей, мне иногда кажется. Вот, но я за расширение сознания, да, я за знание, то есть, как бы, объясню, сила в знании. Когда человек чего-то не знает и не может объяснить, он объясняет это всякой хернёй, ну, типа там, тёмных сил, светлых сил, ну, и то, и всякое такое, конечно, хочу. Он будет это так объяснять, потому что другим образом он никак не может объяснить. Когда вы начинаете развивать свой интеллект, свой мозг, свое, как бы, логическое мышление, то есть, когда вы начинаете делать выводы, сопоставлять какие-то факты, да, то вы начинаете по-другому мыслительный процесс изменяется. Вы не будете это всё объяснять, это, как, знаете, раньше, там, язычество на чём основывалось. То есть, если возьмёте сейчас, мы возьмём, да, такую штуку, как язычество, то мы окунёмся в дур-миг природы, духов, вот это всё. Почему они всё это так объясняли? Потому что они больше никак это не могли объяснить. То есть, всё, что происходило в мире, люди не могли объяснить, и они объясняли это высшими силами. Потом, когда люди стали изучать мир, появились разные науки, физика, химия, правильно? И люди стали уже понимать, какие процессы происходят. То же самое касаемо, там, души, каких-то наших действий. Оно всё стало объясняться определёнными, скажем так, науками, которые стали появляться абсолютно всё. И поэтому я очень, я разной вообще, разной литературой увлекалась абсолютно. Мне будет безумно интересно всё изучать. У меня очень гибкий, пластичный мозг, и мне интересно разные направления смотреть. То есть, я не зациклюсь, вот это правильно, вот это неправильно. Я всегда всё синтезирую, изучаю, проверяю. Вот, и поэтому для меня вера в сверхъестественное – это отрыв, в принципе, от нынешней реальности. Карина, объясняю. Люди, будьте, пожалуйста, внимательными, просто внимательными. ВДСМ снимает напряжение с тела, из психики. Как вы думаете, если у вас напряжение в психике, вы развиваетесь? Ну, это вам такой встречный вопрос. Психика имеет свойство накапливать напряжение. То есть, вот это вот беспокойство, стресс, потом нервозы – это всё психика, которая перезагружается. То есть, она, наоборот, перегружается, и она в напряжении находится. Также находится в напряжении ваше тело. Вот, это срывы нервные, всё. Если у вас нету сброса с психики этого напряжения, вы развиваетесь или вы не развиваетесь? Ответите на этот вопрос и ответите себе, как действует практика БДСМ. Всё. Я питаюсь очень просто. У меня просто такая генетика, на самом деле. У меня очень ускоренный метаболизм. Метаболизм ускоряется с помощью тренировок долгих. Вот, ну, то есть, прям реально долгих тренировок. Вы должны долго тренироваться, долго, упорно, вот, я не знаю, годами, вот, и выстраивать своё питание. Вот, когда вы запускаете процессы метаболизма, то есть, когда он у вас ускоряется, всё, это как печка, она у вас уже сама работает. Но поддерживать всё равно надо. Сброс происходит через гениталии, Карина. Почитайте биоэнергетику Александра Лоуна. Почитайте функцию оргазма Вильгельма Райха. Это вам так, не медитации, блядь, не отлетать. Тело, тело, понимаете, в чём дело? Через гениталии. Психика – это верх, гениталии – это низ. Низ нас соединяет с животным миром, с землёй. И мы животные наполовину, а наполовину люди. Начнём так, да, то есть, как бы у нас, ну, гадалки ходи. Наши гениталии – это животное. Вот, нижние чакры. И сброс энергии происходит через гениталии, через разрядку, через гениталии. Всё очень просто. Ну, как бы это просто, это просто почитайте биоэнергетику, как работает энергия в теле человека. Ничем только спортом, ну, физической нагрузкой, как ещё? Никак. Это физическая нагрузка на тело. Всё, тело должно работать. Ну, прям работать физически, должно испытывать определённый труд, там, труд, блядь. Всё, плюс у вас от физической нагрузки, у вас выделяется определённый гормон, вот, и у вас рвутся мышечные волокна. Ну, из-за того, что они рвутся, у вас выделяется, соответственно, гормон. И вот только так, что дети. Что-то, мне кажется, миллионы раз уже отвечала на вопрос про детей. Я хочу детей, дорогие мои. Это как бы уже миллиарды, миллионы тысяч раз мне говорили. У меня к детям не... У меня подход к детям осознанный, не на инстинктах. Родить, родить, родить. Понимаете? То есть у меня к детям другой подход. Я к детям отношусь иначе. Ну, животного в себе нужно уважать, дорогие мои. Вы не можете животное взять, типа, и от себя отключить. Привет, приезжай на Бали. Вы не можете животного от себя отключить. К сожалению, разум провозгласил себя главным. И сделал, и обрубил нам связь с нашим животным. Но мы животные наполовину. И когда вы отрицаете в себе животного, вы отрицаете часть себя. А я должна рожать, если я хочу? Типа, странный вопрос. То есть я говорю, что я хочу, но не прямо сейчас. То есть я должна сейчас такая пойти, слушайте, сделать детей. А подождите, а мои дети, они как-то вам помогут или еще? Чего вы так хотите моих детей-то я пытаюсь понять? А они говорят, ну, чего они вас-то так волнуют? Может, вам может родить, раз вы, типа, так хотите? Мне-то, типа, если вы хотите детей, рожайте еще, если у вас есть. Не, я живу здесь шестой год. И абсолютно, что в России я забыла. Нет, это может быть именно особенность тела. Книжка «Как хочет женщина». Как хочет женщина, вбейте такую прям книгу. Я не помню автора. Вот там про все вообще, про оргазмы, про то, как наш мозг влияет на оргазм. И у женщины нет оргазма классических. То есть вообще, вообще откиньте это понимание, что, типа, у меня должен быть оргазм. Ни хрена он мне должен быть. Вы можете получать удовольствие от прелюдий и вообще, в принципе, от самого процесса. Но учитесь от этого кайфовать. Не надо гнаться за каким-то там, блин, мифическим оргазмом, который вообще половина даже не знает, что это. Вот. Поэтому, ну, нет и нет. Кайфуйте от того, что у вас есть. Изучайте свое тело. Изучайте свои эрогенные точки. Все, как бы, да. И поймете, что вам нравится. Просто от процесса нужно кайфовать, а не от того, что будет в кандалке. Типа, блядь, сейчас надо до оргазма не дойти. Понимаете? Типа, ну, это глупо. Женщине нужно научиться получать удовольствие вообще от самого процесса. Поизучайте. Там, повибрируйте всякими штучками, да, там, траля-ля. Не мне вас учить. И поймете, что вам в кайф. Как узнать? А я даже не знаю, кто это такой. Ника Николас. Ну, знаете, Анна, видите, как бы, я меня вообще, я абсолютно нормально прослала эту книгу. Какие-то просто абзацы пропускал, которые мне неинтересны. Я всегда из книг беру то, что мне нужно. Типа, если я читаю информацию, которую я знаю, я ее пропускаю. Вот. А так, как бы, мне вообще отлично зашло. Ну, как бы, она для меня не сделала никакого открытия. Просто какие-то моменты, и, там, я для себя поняла, что вот это да, вот это да, вот это да. И все. И для многих женщин она очень, как бы, она очень примитивна. Ну, давай, скидывай. О, блин, скидывай, круто. Да, я думаю, сразу так. По поводу, ну, видите, вы творческий очень человек. Я, например, всем этим занимаюсь. Ну, типа, я танцую, читаю очень много, занимаюсь спортом, путешествую, снимаюсь. Сейчас планирую начинать. У меня еще два дела впереди. Я хочу начать снимать сама и начать заниматься растяжкой. Я себе уже нашла преподавателя. Завтра еду на первое занятие. И буду брать три раза в неделю занятия по растяжке. Хочу прям вообще, чтобы мне были, блядь, ноги в разные стороны. Вот, ну и плюс еще секс. Очень люблю этим заниматься. Тоже в моей жизни присутствует. То есть, как бы, ну, успеваю всем заниматься. Слушай, не знаю, очень много денег сейчас не могу. Слушай, мне надо идти ужинать. Ужинать. Секунду. Сейчас вам покажу еще, где я нахожусь. Вот у меня басик, смотрите. О, у меня почему-то упали деньги. Слушайте, я не, ну, как бы, я не знаю, что советовать. На что вас хватает? Вот на что вас хватает, сконцентрируйте внимание на самом важном. Да, то есть, как бы, на самом важном для себя. Вы не сможете заниматься всем вместе и во всем себя развивать. Это нереально, это я знаю по себе. Вы начинаете во что-то все равно больше уделять внимания. Вот, что больше вам нравится, тому уделяйте больше внимания. То есть, два-три занятия-то может быть. Вот я стараюсь всему уделять. Получается, но все равно какая-то сторона хромает. То есть, где-то я понимаю, что, блин, вот здесь вот меньше времени я уделяю, да? Вот. Потому что я-то человек такой, блин, мне надо все и сразу. Ой, благодарю. Ну, слушайте, ну, вообще, люди, научитесь ценить и любить жизнь. А знаете, как это может получиться? Как вы думаете, кошки? Только при условии, что вы в этой жизни будете заняты тем, что вам приносит удовольствие. Если в вашей жизни нет того, от чего вы кайфуете, получаете удовольствие, ваша жизнь бесполезна. Поэтому она вам не будет приносить никакого удовольствия. Поэтому вы будете, ну, какие-то суицидальные мысли, депрессия, апатия, уныние, ну, и все одно, да? Поэтому у вас будут вот такие вещи. Поэтому, когда вы найдете то, от чего вы будете кайфовать, это не важно, что для вас оно должно быть. У вас не будет мысли о том, что там жизнь, говно, ла-ла-ла. Все. Так, короче, я пришла, пришла. Круто. Ну, у меня мало кто сразу понимает, если честно. Ну, это на самом деле не важно. А Маринчик где? Она сюда сейчас подойдет, да? Ну, вот, видите как. Вот, а от этого кайфуете, значит, кайфуйте. Смотрите, какой ресторанчик. Ну, я же говорю, смотри, смотрите, у каждого есть, по, например, векторной психологии, у каждого есть свой вектор, свое направление. Не все должны быть фотографами, моделями, хозяйками, мамами, учеными, да? То есть, у всех свое, кто-то вот как раз, кто-то должен быть мамой, кто-то должен быть там, я не знаю, моделью, фотографом. Ну, вот так. У всех свое, абсолютно у всех свое. У всех свое направление. Вы должны понять свое направление. То есть, если вы идете не по своему пути, ваша психика вам будет об этом говорить. Реально она будет вам об этом просто сигнализировать, чем угодно, болезнями, апатией, короче, что угодно. И когда вы найдете свое, вы поймете то, что это ваше. И вот тогда у вас все сложится. Тогда у вас уже отпадут очень многие вопросы. Вот, потому что, например, вот у меня, да, потребность говорить. Я не курю, нет. У меня как бы потребность говорить, потребность передавать знания, потребность нести красоту. Ну, это мои потребности, понимаете, я не могу, моя психика так устроена, я так его кайфую. И я не могу с этим ничего сделать. Я бы потребность, да, раздеваться. Ну, грубо говоря. Вот. И. Ну, слушайте, опять же, зачем вы хотите уехать на Бали? От чего вы бежите? Если вы не реализовались в России, вы и на Бали не реализуетесь. И денег у вас здесь не будет. Мы уехали не потому, что у нас там не было реализованности, или нас типа что-то там не устраивало. А потому что... Бля, это потому, что я захотела, и все. Мне захотелось жить на природе, да, и у нас как раз таки все было очень супер гуд в России. Вот. А здесь еще стало более супер гуд, но не сразу. То есть нам потребовалось 2-3 года, чтобы здесь еще как-то раскрутиться. Метр шестьдесят три. Ну, значит, вот думайте, Юлия, вы смотрите, у вас есть... Занимайтесь, блядь, а в чем проблема? Если это ваше, вот вы от этого реально, это ваше, вы хотите этим заниматься. Идите учиться, ищите, ищите, понимаете, не ищите отговорки, ищите возможности. Просто ищите возможности. И шлюхи раньше очень чтились, если что, реально. Не просто дворовые такие, знаете, подзаборные. Есть интимный персон, да. А были раньше девадаси, это были храмовые танцовщицы, шлюхи. Были гейши, были куртизанки. И шлюха шлюхой рознь. То есть они разные. Поэтому для меня как бы все зависит от того, как человек это преподносит. Лень. Ну, лень – это свойство психики. Вообще, как бы мы все время ленимся, всю жизнь. Человек в принципе очень, типа, ну, как бы человек в принципе ленится. Вот. И это свойство психики, это защита психики, да. То есть как бы человек, он не такое существо ленивый. Ему пожать, поспать, пожать, поспать. Ну, как потратиться, грубо говоря. Вот. Поэтому заставлять себя, это очень сложно, конечно. Вот. Но это и есть дисциплина. Это сложная работа. Это очень сложно. То есть мозг должен, понимаете, мозг, он не хочет тратить энергию. Вообще не хочет тратить энергию. Поэтому лень. Вот и все. Поэтому давайте мы ляжем на диван и поспим. Я сохраню эфир, да. И когда мозг вами управляет, то и вот эта лень, и лень вами управляет. Потому что управляет вами мозг. Потому что он говорит, да ладно, давай что-то тебе, ну, вообще нафиг надо. А ну, тебе не надо ничего, понимаете. Плюс это как бы определенный набор привычек, которые вы получили, да. Вот. И, а это есть одно и то же. Нет, есть, ну, это в принципе одно и то, что такое нежелание. Но это и есть как бы лень. Вот. И, нет, нежелание есть интуитивное понимание, что вам это не надо. Это одна история. Вы думаете, ну, это не ваша, это одна история. А лень это просто, когда вот вы хотите, вам надо в зал идти, вы знаете, что вы толстая. Да, вам надо заниматься спортом. А он говорит, да ладно, все нормально. Ты никакая не толстая. Да ладно, кому это надо, тебя и такое любят. Вот это лень. Я не пью никаких, никогда не пила Никаких гормональных Я считаю, что это злейшим злом Причем вообще злейшим злом Я считаю, что это Я вообще жду Я считаю, что это встраивание В вашу гормональную систему Через хуй знает что И которая вам вообще все нарушает Надо вырвести, да, Федорчик? Да, кстати, вы сейчас У меня подчас Поработать Ну мы же кушаем или что, пьем? Да, кушаем пивко Пивко кушаем? Мы пивко кушаем Ну нормальная еда Веган Я на Бали веган Да, пивной веган Я читала про вегана Знаешь, почему веганы вообще веганы? Подсознательный страх быть съеденными у них Это вообще жоп Не только, это еще самобичевание Там да, я пришло, думаю Там много, там психологические склонения Потому что я думаю, у меня вот не было никогда желания Ой, веганы, извините Нет, я вообще смотрю туда стол Это абсолютно здоровые люди веганы А мясоеды, трупоеды нездоровые люди Нет, да, ну Не-не-не, ну я правда реально смотрю что А веганы здоровые? Потому что у меня никогда не было, типа, знаешь, такого прям желания там отказаться совсем от мяса А если брод взять, это значит мясо поела или нет? Кстати, это каннибализм Да? Ну прикинь, ну прикинь, ну по сути А каннибализм, кстати Помнишь? Брод по-любому каннибализм Да, ну-ка, еще какой Живой, он еще шевелится Ну да, причем такой прям, да Страшно Больше не будут Всегда, да, голос всегда узнаешь Вон Марина Короче Да, блядь, животные еще больше ленятся Вы о чем? Животные вообще живут на инстинктах Вы вообще, как бы, о чем говорите У животных есть инстинкт пожрать И почпокаться Ну, в принципе, у людей такой же Потрать Да, ну папка покакать, да Ну мы только, ты что знаешь, еще сырем друг друга Не, ну у нас это там Да Да, да И поэтому А так, животные вообще, они в принципе Ни хрена не делают А что вы? Как вы Дорогие, Егор У вас какой-то странный такой вопрос Какой вопрос? Я не позволяю в себя кончать И поэтому я не беременею Я же не говорила, что я позволяю в себя кончать Почему? А в попу? Нет, туда, да Ну имеется в виду Да, кстати, от этого А от этого, кстати, нет От этого, кстати, не беременеть, если что От этого не беременеть А так у меня, как бы, мужчина Он контролирует этот момент, если что А что, Егор, берите на заметку? Да, в попу можно, кстати, и в рот Это так вам на будущее Ну, если девочка не хочет туда То можешь ей сказать, что давай туда И там детей не получится А, конечно, очки заклеила, блядь А, и что, прям работает? Да А кто сделал тебе? А тебе клей принесли? Да, Иришка Офигеть Вот, они еще лучше стали раскрываться, смотреть Душка шевелит Машель, как думаешь, простить бывшего или нет? Он сказал, что перепутал страсть А, любовь со страстью Бывшего? Бывшего? Мне очень обидно Помоги с советом Да, реально, как можно бывшего Там уже ответ Ну, мне даже лень чпокаться Но у вас очень жесткая лень Но если ему лень чпокаться Тогда будет дочь чпокать ее А, да, если вы не хай Может быть, просто вас будут чпокать? Пожили, всю жизнь Я знаю, вопрос был про конкретное место Но, Егор, конкретное место туда нет Да, как бы, ну, мы, я же, естественно, понимаю Мужчина мой тоже, наверное, понимает Он же не дурак Ты, Егор, походу, что-то совсем необразованный Очень странно, да Тебя сразу все узнали Да Конечно А в закрытый клуб можно еще вступить? Можно в инфу А, слушай, скинешь мне инфу Я сделаю себе пост Нельзя Нельзя? Вот, видишь, Марина говорит, нельзя Нельзя Можно, конечно Вот, будем образовывать вас А, Егор хочет? Не, Егор, кстати, Егор, тебе тоже надо У нас там уже 700 девочек Одни девочки, причем красивые Да ладно, да? Да, красотки Будешь первый, Егор, парень На деревне Да ладно, там нет мужиков? А, нет Я планирую, врачи Я планирую делать Клуб знакомств По выходным Какой-нибудь одного холостяка находить Классного, да? Можно кастинь, да И пир делать для него Дели С ним прям Девочка подгонять Блин, это офигеть, вообще Это крутая идея У меня там фишки Обо всем Значит, он будет У Марины Вовченко Посмотрите на страницы Там буквально какой-то Один из первых Ну, типа там Последние посты Несколько Она там дает информацию О том, как, куда, что Куда переводить Сколько стоит Как идет Вот И Каждый Понедельник В пятницу Я веду прямые эфиры Вот Там будет Тамерлан Марина будет Еще там кто-то будет И там будет обо всем Поэтому там Прикиньте Только одни девочки В эту пятницу Я там веду прямой эфир Вот Эфиры там уже идут И вы сейчас уже можете К нам присоединиться Кто в клубе Тот зашибись Егор Вот вам Давайте туда Зайдите к Марине Вовченко Я сделаю чуть позже У себя на странице Пост об этом клубе Вот Уже можно туда вступить И все И там огромное количество Полезной информации И все Супер будет Я там есть А там все-таки Есть один мужик Где? Там ау Да Вам повезло Мы ограничим Наверное Вход для мужчин Егор хочет Но он пойдет Наверное Делать вип Вход для мужчин Отдельный Сразу Чтобы жену находить Вот Когда я была Самая ленивая Слушайте Я не помню Когда я была Бля Я даже не помню Я была в школе ленивая Мне не нравилась так школа Вот я вообще там спала Она в школе На всех уроках Вот там я была ленивая Но мне она не нравилась Типа она меня не мотивировала Благодарю А сегодня Я О Хочу в клуб Слушайте Ну пожалуйста Смотрите Нет Я баба А Вы баба С мужиком На аватарке Я поняла Вообще Какие интересные Женщины Девочки Кто на Мусапенида завтра Три, да? На Мусапенида завтра три человека Да? Кстати, я просто еще сделаю Всегда пожалуйста Ну короче, это крутой клуб Слушай, мы в клуб-то девочек Отведем можно завтра В какой клуб? Ну вот этот, куда ты смотришь Саша Ты туда хочешь? А он на выходных А, да? Ну да Ну на выходных ты вот сможет попасть Четвертого уедем На другую страну Куда? Ааа Ааа А подожди Там по-моему Саша Какой день Там по-моему в среду идет Тусня Сегодня вторник? В понедельник Да В среду Там по-моему в среду Уже у нее забита На другой конец Мы так ночью до пяти утра Тут попрыгали на пляж Да? Я бабу просто шифруюсь От кого интересно? Ааа Я подумаю, что есть на вторник Здесь у нас все тусовки Всегда по По выходным Выходные И какой-то день-ни-день Типа среда, по-моему А вы все Ну вы едете Вот в то крутое место, да? Где вас снимать будем, правильно? Ну да А, это Субархима Давай, да Субархима, да Никому не тащил Да, я самоучка И я все изучаю на самой себе Ну именно секс, точно И психологию, точно Ну секс, да На опыте Я правильно Оксана Алексеевна? Я вообще считаю, что секс невозможен без опыта Ну типа все сексологи, которых я видела По вообще Большинство российских Мне кажется, у них даже У них просто его нету Но они о нем очень Очень так, знаете Заявляют уверенно Да, вот Это вы очень правы Такому Такому Очень круто А что? А? Не, вообще просто говорю Ну отклик от людей хороший Бывает, конечно, ленятся люди Даже что-то написать Слушайте, я сахар Ем Ну как ем Я позволяю его себе У меня не такого, что Блин, вот Я вообще на этом не заморачиваюсь Вот честно Если я захочу съесть курицу Я ее съем Там бифштекс Я его тоже съем Просто если я захочу Понимаете Если И то же самое с сахаром Я себе его абсолютно позволяю Там может быть там, я не знаю Раз в день Или раз в два дня А, вы смотрите Кто-то мне Кто мне писал, кстати Про Как делать правильно минет Купите себе Леху зови, сейчас покажешь Не, ну слушай Да нет, обойдутся Это мне еще надо кастинг пройти Ты заходишь к нам в клуб И ты что-то расскажешь Что проблема Да, я, кстати, об этом тоже рассказываю В закрытом клубе все Да дело даже не с любовью Можно дело с любовью Первое, это ограничитель Тоже есть в голове определенный Очень многие девочки реально стыдятся Там еще что-то Но самое главное Это купить Резиновый Максимально классный Вибратор Не вибратор А фалоимитатор Вот Чтобы он был прям максимально приближен Во-первых К размеру Вашего мужчины И чтобы он был Очень Качественного материала Потому что часто они воняют Очень неприятно Ну и в принципе Часто бывает дерьмокачество Так вот Берете, покупаете И Просто каждый день Тренируетесь Все Вот это Это единственный вариант Тренируетесь То есть Делать глубокий Все Сейчас неудобно просто Вот И когда будете на нем тренироваться Практика Практика Еще раз Практика Вот Из киберкожи Да Ну Ну Если у вас жопа не ровно Во-первых Жопа Знаете Сколько Качает лет Прям лет Действительно Я годами Ее качаю Это очень сложная мышца Она у вас Если генетически Там определенной формы То она имеет у вас Определенный предел роста И она не будет у вас Как там у африканки Например Да Вот Это огромная нагрузка Это В основном силовые Это очень многофункциональная тренировка То есть это не только Какой-то там Один вид тренировки Ну что мы Пойдем кушаем И пойдем Вот туда Там комната совета Предложений Где Где йога А мы там же будем тренировать Да Все В финансовой потоке Все Зашибись Так Что я сказала вам Ля-ля-ля Ля-ля-ля Да Тоже цвета заценили Да Они другие Лучшие Все Сидит Сидианка И теперь ведет Нормально все Так Добрый день У нас добрый вечер Да Конечно Ну как вы думаете Будет ли нормальный Адекватный человек Проезжаться по вашей внешности Ну Мужик Дианка Ну И вот так Честно Задайте себе вопрос В принципе Люди Которые Опускаются До обсуждения Внешности Другого человека У них уже Не все в порядке С самооценкой Ну Как бы У них уже То есть Скорее всего Их сами Когда-то унижали Касаемо внешности Вот и все Человек никогда не опустится Опуститься до оскорбления Внешность Ну это дно На мой взгляд Реально То есть Какой бы не был человек Каких бы Не на что Тогда можно инвалиды Тоже наверное Да Как бы Как-то оскорбить А почему бы и нет Все люди разные Внешность у всех разная И Ну блин Я не знаю Ну это Ну блин Я помню Я в школе с этим сталкивалась Это днище На мой взгляд Все Девочки Вы изменили мою жизнь Я не знаю Правда чем Но как бы круто Привет с Байкала О Байкал Круто Мой муж Мой муж там работает Девочек обслуживает Ты провокатор Маринка Она провокатор Вот Блин Как скажет И все Половина Так подумается Мне так пишут Ты что Мне же пишут Пока ты тут Пока ты на Бали Сейчас я там Типа с твоим мужем Чпокаюсь Эрго Обслужим Да А что я хотела спросить После массаж После марафона Массаж делает Многие же не поймут Они же вплетены В косички Если появилось отвращение От действий Если к сексу С партнером Появилось отвращение От действий Можно ли это исправить Бездействие Ну да Во первых Как это может Появиться отвращение Он стал делать Какие то действия Которые у вас Появилось отвращение То есть раньше Он этого не делал Стал что то делать И появилось отвращение Правильно понимаю Или нет Или он делает Все то же самое Но у вас У вас появилось Отвращение Как отвечать провокаторам Чудесная вечерняя практика Самая А новая пивка Машина Вон сидит И теперь ведет Красотка Сейчас мы пойдем С девочками В нашу беседу Да давно Хорошая Интересная беседа На тему Финансовых потоков Как отвечать провокаторам Это Мариночек Сейчас ответит О блин Это она Так же быть провокатором Да Вампир Тихо Они же энергии То хера Вампир Не Потом надо не забывать Что провокатор В первую очередь Ну например я Да Ну я что там Подсказала Проходи Провокатор Вы или играете В их игру Или меняете правила Этой игры Все Ну и провокатор Что делать Задает какой-то Темп игры То есть я сейчас Косовчак Я смотри Да я сейчас смотри Что сделала Леха обслуживает Ты что сделала Ты приняла мои правила Ты приняла мои правила Вошла в игру Да он обслуживает То есть ты могла Отреагивать Иначе сказать В смысле То есть поняла Обиден Еще обиду Включить А ты Ну как бы да А ты взяла мои правила И подыграла То есть нормально Мы как говорится В теме Ну да Вот и все Как с провокаторами Или играем в игру Или отмораживаемся Или обижаемся Идем Плате Жертвы надеваем Плачем в подушку Слим А кстати Жертва Вот ты мне кинула ссылку Вот на эти типы Я же просто делала Весь сайт Это же векторная Вода сайт Векторная психология Я там просто Все статьи Я там охренела Мне там вообще Офигеть Ну про этот красавчик Конечно И там офигенная тема Про жертв Что это реально Такой тип людей Потому что у них Они даже феромон У них феромоны Такие они запах Когда чувствуют Этот запах Как у животных Они там запах страса У меня да И они хотят загрызть просто А вот смотрите У меня прям убить хочется Жертвой Как вижу Что начинают Манипулировать Жертвой Вот и мой муж Пожалуйста Обслужил Спрашивает Где муж Говорят Он обслуживает Девочек Ладно На самом деле На самом деле Девочки Его обслуживали Это было классно Девочки Спасибо Да Девочки Спасибо Я уже сам Одисочки приклеила Да Прикинь На суперклей Зато держат А сколько времени Вы со своим партнером Да Да А сейчас Она сядет Что Ну а ты как-то Хотел Конечно Ну я Должу тебя Помылся В море Их надо Их надо Онлайн книги читать Которые я кинула Лет 6 Очень странно Ну блин Это прям вообще Что он такой стал говорить Что у вас такое К нему изменилось Что там он такой Он говорит Что вы грязная шлюха И что Или что А вы не шлюха Ну я не знаю даже Ну да Ну это значит Настать По крайней мере Для него хотя бы Покажу Какой сайт А никакого сайта Типа векторная психология Просто Как она там векторная Ну найдете Найдете Там психотипа людей Пимешает Да Ну там все Там как у психотом Либидо и мартида Там есть Типа либидо Стремление к жизни Я же тебе сам Да Не Ну про либидо Ты там нашла А мартида Это стремление К состоянию до жизни Вот это там Типа внеутробное Или как оно называется И у человека Оказывается Что-то там досталось Мне его попить Прикол Не Я пиво Не сладкое И короче Что у нас на ужин Кстати Чем у нас на ужин И либидо Чем сильнее либидо Тем у человека Сильнее мартида То есть это Две таких силы Как знаешь Эросутанатус Смерть и жизнь Ну да Две ра черные Как это всегда Две половины Любой Две половины Как дерзости набраться Слушайте Как дерзости набраться А она выдержит Ответку Вот смотри Она очень нежная С детства Ну смотри Окей А дерзости она набралась И надо понимать Что дерзкие девочки Будет отвечать Две ра черные Надо удары Уметь выдержать Да и надо ли Это вообще Я ей говорю Готова она бы дерзкая Да Готова И вообще Надо ли вам Зачем вам это надо Блин Вот если у нас Есть девочка Тоже да Нежная Нежная Я понимаю Например Что ей дерзость Ну она вообще Она Прикинь Если она дерзанет И ей в ответ Не-не-не Она все Стоит плакать будет Не Она прям цветочка Ей цветочком Классно Зачем Зачем ей Да Эта дерзость О О Здравствуйте Блин Это все Это 5 баллов Здравствуйте Как очистить Как очистить себя От нечистых Сущностей Что почитать Мне про это сегодня писали Ну блин Ну это вообще Очень интересно Подожди знать А они Каким образом Определили Что они Грязные сущности Они Грязными В основном Все когда Я говорю о сексе И говорю про какие-то моменты И мне говорят О Этот В тебя вошли Грязные сущности Ну да Ну и Сущности Да Полюбите вы Свои сущности Живите с ними Зачем ей Забавляться Вы чего А как без них жить Чудаки Бля Чудаки Что они курят Вообще-то Что Мой муж Домашний тиран Все время Говорит гадости Просто ужас И уходить не уходит Он не уходит А вы не пробовали Сами уйти Я просто Ну это вообще Он должен Дождите А почему он должен Он тиран Ему в кайф Дай тебе скажу На самом деле Один и тот же мужчина С родными женщинами Ведет себя по-разному С ней он тиран И у блюдо Будет со мной Он будет идеальным золотым мужчиной Носить меня на руках Зарабатывая деньги И делает все для меня Для любимой Почему? Потому что мы разные женщины Потому что она жертва Скорее всего Мужчина будет таким же И третий мужчина Будет таким же Пока вы сами не поменяетесь Мужиков Менять бессмысленно Себя надо менять Или уходить Если вас не устраивает Моему бывшему Такие Блин Опять бывшие Так это же ваш бывший Вы хотите понравиться Своему бывшему И стать для этого дерзкой Она хочет быть дерзкой Потому что бывшему Такие нравились Что я могу сказать Мне даже Просто выпьют Выпьют Это ваше здоровье Вы реально застряли в прошлом Вы в прошлом Мало того живете А там гештать не закрыта Она видишь Там обиды может быть Какая-нибудь Так она сидит Это же девушка Выходим Мальчики тоже с бывшими Остаются Не-не Девочки Вот и дело в том Что все Всю энергию туда Дают в прошлое У меня нет сегодня У меня нет настоящего И даже нет Немножечко будущего У меня вообще ничего нет Он же это в прошлом Застрял в том Какие-то всю жизнь Энергия же дает То, что не поменять Не изменить Только отношения Можно изменить Нафиг все просрать Все Да, это странно Или, конечно Зачем вам знать Про своему правому Ой, спасибо Да, он бывший Так я и ушла от него Ну все Зашибись Подождите Вас должны принять Такой, какая вы есть Вот этим маленьким Вашим цветочком нежным Зачем вы будете Сейчас становиться дерзкой Чтоб что-то кому-то понравилось Но это будете не вы Так это не вы Будьте вот этой Ну вот этой Будьте Нежной Вас должны полюбить Какая вы есть Вот я Долбанутая на всю голову Реально То есть я долбанутая И муж меня любит такой Он не любит меня нежной Какой-то там Хотя я бываю очень разная Да, то есть и нежная Но он принял меня такой Да, он просто Тут много Слушай, мне тоже девочка писала Она ушла Очень-очень сейчас Многие отлетают Еще у меня Сделала мысль прикольная Да И она, короче Девочки, не уходите Да-да И очень много девочек Сейчас стали отлетать Поняла Вот прям отлетать В какую-то там Вот какую-то Эзотерику Она прям вообще Ну у людей Вообще крыша едет Модно стало А я ей говорю Она мне стала Про бесконечность Я хочу бесконечность Я говорю Тебя твоя жизнь На данный момент Устраивает То есть там Твоя реализованность Ты кайфуешь От того, чем ты занимаешься Нет Ну теперь Вот и все Ну просто в основном Люди просто Которые отлетают Они не хотят Да Реально Они не хотят Не хотят Скучно же Прилетайте в туры Ко мне Вам будет так хорошо Вот так Я почувствую Эти человека Клянусь В теле себя почувствовать Муж Зай Ты красавчик Слушай Да Знали бы вы Насколько Он кстати Красавчик Везде Он сейчас Хотел бы Продолжить Про свои татуировки Показать Который Он всем Демонстрирует Он опять Пошел По Обслуживать Ладно Обслуживать В хорошем Блин Ты что Такой Серьезный Я тоже Могу Обслуживают Я всех Обслуживаю Че ты так Серьезно Относишься На самом деле Посмотрите Че тебя так Задело Иди Пошел Ночью Ты Ты Слышишь Лебал Видели Вот Кстати Отсутствие Самоиронии Отсутствие Самоиронии Зай То есть Если тебя это может Обидеть Это Кстати У тебя Такая проблема Есть Это Че За Мужик Борюсик Спрашивает Борюсик Спрашивает Че За Мужик Бугаев Бугаев Иди Сюда Зай Бугаев Спрашивает Че За Мужик Я Тебя Твою Борду Я Тебя 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 Че За Мужик Как дела У нас Жарка Просто Вишь Я Пойду Наканчивается Эфир